Полковник запаса вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Светан. Роман, здравствуйте. Приветствую, желаю здоровья. Спасибо большое, Роман. Армия Российской Федерации имеет серьезные проблемы контрбатарейных возможностей на всех участках фронта, особенно на Запорожском направлении. И придумала это я не от себя, об этом нам сообщает иностранный институт изучения войны. Это подтверждают и российские Z-военкоры. Они пишут, что фронт на этом направлении разваливается, а вооруженные силы Украины возвращают под свой контроль Работина. Мне тут сразу вспоминается еще и российский полковник, который заявлял о том, что все очень плохо на Запорожском направлении. Как раз он вспоминал контрбатарейные возможности, за что он был снят, отправлен куда-то в Сирию. Хотя, собственно, он выполнял, наверное, свою собственную работу, защищал своих военных. Но при этом, к счастью для нас, в Генштабе Российской Федерации его не услышали. Роман, теперь давайте будем ориентироваться все-таки не на американцев, а на то, что известно нам. Действительно ли россиянам, пускай еще не критично, но достаточно тяжело оставаться на Запорожском направлении? Ну, по контрбатарейке это правда. У россиян действительно проблемы. Проблемы с технологическим состоянием, во-первых, и радаров контрбатарейных, связи между радаром и САУ. Ну, и работа и САУ, в том числе, это все-таки невысокоточное орудие, которое у них есть. Они не выполняют тех задач, которые могут выполнять уже наши 155-мм орудия в связке с новейшими радарами, которые последние, контрбатарейными радарами, которые последнее время нам передали наши партнеры. Дальность 7-8 км дальше наша артиллерия бьет. Естественно, быстрее определяет точку пуска и работу российских батарей. А последнее время, когда еще нам поставили в достаточном количестве кассетные боеприпасы, 155-е, кассетники ложат батарею, да, пара кассетных боеприпасов могут отминусовать батарею. Почему мы каждый день видим 2-3 десятка стволов отминусовывают? Это как раз вот в этой контрбатарейной борьбе. Мы просто... Здесь у нас явное уже преимущество, и об этом преимуществе и российские, в том числе, и паблики, ну и некоторые военнослужащие говорят. То, что сейчас происходит в районе Работина, это результат трехмесячной работы наших сил, средств, наших войск, как раз на этом направлении. Мы уже прошли линию обеспечения, это минные поля, в основном, по крайней мере, прошли. Проходим первую основную линию обороны, уже линию поддержки заработана, контролируем. Дальше расширяется плацдарм. При расширении плацдарма вдоль линии обороны россиян, мы просто зачищаем ее, и при расширении плацдарма где-то до 15-20 километров мы уже можем планировать дальнейшее движение ввод резервов, основных резервов, и движение в сторону Азовского побережья. Вряд ли это будет Токмак, скорее всего, это будет восточнее Токмака, на пересекание и контроль железной дороги. Токмак питается по железной дороге. В основном железка идет со стороны Мариуполя, Волноваха, Черниговка и Токмак. Они тягают и прикрывают с помощью бронепоездов. Еще Ленин на них в свое время горцевал на этих поездах, но тем не менее на бронепоездах. Вот они пытаются подтягивать основные боеприпасы на Токмак, как раз этой железки. На нее будем двигаться. Там до нее где-то километр, чуть больше 20 километров. То есть общее направление понятно. И в выполнении задач, по крайней мере, в ближайшее время тоже понятно. Движение где-то займет около месяца, как минимум. То есть там довольно-таки тоже еще дальше серьезные линии обороны, но они уже больше очаговые, гарнизонного уровня. Там поменьше и минных полей, там в основном это инженерно-технические сооружения, те же надолбы, те же пирамиды, какие-то рвы, допустим. Ну то есть целые залитые бетоном укрепрайоны. Но это уже чуть проще, чем проходить, допустим, те же минные поля. Я смотрю сейчас, что пишет Украинское министерство обороны. Анна Малер, заместитель министра обороны, она пишет о том, что вооруженные силы Украины достигли успехов на Запорожье. Как раз вспоминаешь его в Работино и говорит о том, что в Работино продолжается плановая боевая работа. Если об этом говорит Анна Малер и украинская сторона, то обычно наши преуменьшают достижения. Ну и сегодня я видела, как российские пропагандисты писали о том, что силы обороны зашли в Работино и находились уже в середине населенного пункта. И моментально удалили эту информацию. То есть для них как раз все очень плохо. А что происходит дальше? То есть в любом случае роман против нас, знаете, как западная пресса, например, купленные бесплатные, не знаю, какие угодные эксперты, они же говорят как. Ну вот смотрите, до Мелитополя силы обороны, скорее всего, не дойдут, планы будут не выполнены. Хотя я всегда говорю, а вы же видели планы генштаба, с чего вы взяли? Может мы не хотим его прямо сейчас брать, может у нас другие цели. Одним словом, они нас давят всегда очень громкими, большими названиями, большими городами. Можно ли сказать, что и Работино это тоже большое достижение и не стоит преуменьшать его? Ну, Работино это укрепрайон. Дело в том, что мы же двигаемся не от, допустим, одного населенного пункта к другому. Нет, у нас другая задача. Это армия захватчиков захватывает территорию, она захватывает какие-то населенные пункты и потому отчитывается перед руководством о захвате одного пункта, другого, третьего. У нас другая задача. Мы освобождаем нашу территорию, уничтожая россиян. То есть у нас первая задача уничтожения россиян, естественно, уже освобождение территории. Это следствие выполнения вот этой первой задачи. Мы уже второй год говорим об этом. То есть чуть другая парадигма движений военного в том числе. Потому иногда просто мы привязываемся к населенным пунктам для того, чтобы обозначить точку на карте. То есть географическое положение тех военных действий, которые проходят на данный момент. Если говорим о Работино, так это бои проходят не в Работино. Это бои проходят на западном, на восточной окраине Работино, на южнее, юго-восточнее Работино. То есть привязка к местности имеется в виду, а не сами боевые действия как таковые. Потому прохождение Работино — это как веха какая-то. Но опять, мы его проходим, мы его не освобождаем в чистом виде. Там боев как таковых нет. Тем более россияне сейчас тоже Работино, они прекрасно понимают, что если мы туда будем заходить, они там еще достают армейской артиллерии, и потому могут его сносить с лица земли. Зачем это делать? Нам это не нужно. Мы двигаемся по полям, прикрываясь некоторыми складками местности. Так лучше выполнять боевые задачи. Потому вот наше движение, которое происходит, оно происходит по вот таким этапам, привязываемся к географическим. Опять же, направление на Токмак, направление на Мелитополь. Не стоит задача сходу забежать в Мелитополь и пробежать по кругу по объездным дорогам. Нет, стоит задача сначала отрезать Токмак, отрезать Мелитополь от путей снабжения. Именно это основная задача наших войск. Почему мы движемся сейчас не на Токмак, а восточнее Токмака? Перерезать железную дорогу. И двигаться будем не на Мелитополь. Вот вы правильно говорите. А кто сказал, что мы вообще двигаемся на Мелитополь? Абсолютно нет. Мы можем двигаться на Приморское, это между Мелитополем и Бердянском. Это правильно будет. Именно в эту сторону пересечем. Сначала железную дорогу в районе Токмака. Там между Токмаком и Черниговкой десятки километров можем двигаться к Линам. И подойдем к той же шоссейке, которая соединяет Ростов с Мелитополем и с Крымом по Сухопутью. А это опять можно, там опять несколько десятков километров между Мелитополем и Бердянском, идти на Азовское побережье, выполнить задачу сначала пересечения нитей снабжения, логистических цепочек, а потом уже выдавливать россиян из населенных пунктов, из того же Токмака. Они же там посидят где-то так месячишко, отстреляются все, что у них было. И дальше все. Зеленые человечки побегут искать гражданку для того, чтобы ей учить поляныцю. Потому что надо будет как-то проходить уже в гражданке без оружия, проходить посты уже наши фильтрационные лагеря, так сказать, и системы фильтрации мероприятий такого уровня. Потому что именно в таком режиме будем действовать. А уже потом освободим, они сами освободятся, сами убегут, как это было из того же Херсона. Никто ж в Херсон не заходил. Выполнили определенные задачи, россиян нам прислушают. Да, тут мы посмотрим, я думаю, уже буквально сегодня-завтра, что будет об этом заявлять, как всегда, официальные представители Минобороны Российской Федерации, отрицательное наступление и так далее. Ну и, конечно, самое приятное, это предвкушать, что они скажут касательно этих новостей, которые буквально с вчерашнего дня приходят к нам как с Нидерландов, так и с Дании. Первые шесть истребителей. Ф-16 Дания надеется передать Украине под Новый год, а уж как мы надеемся. Еще восемь в течение 2024 года, ну а в 2025 еще пять. Об этом сказал премьер страны Фредериксен. По поводу того, когда мы планируем предоставить самолеты, надеясь ближе к Новому году, первая группа самолетов покинет Данию и направится в Украину. Около шести из них, сказала она на совместной пресс-конференции с Зеленским. Я напомню, что представители противовоздушной обороны украинской спикер Юрий Игнат, он говорил о том, что было бы неплохо для выполнения всех необходимых задач в Украине около 200 бортов. Но и тогда, когда это было, Роман, произнесено, кажется, что было очевидно, так много нам, конечно, никто не даст. Сейчас мы видим, что выделяется по чуть-чуть. Но я сразу добавлю ложку дегтя к этой новости. Например, нам обещали крайне много западной техники и, конечно же, немецких танков «Леопард». Сейчас экономист, за экономист сообщает, что с отсылкой на свои источники, что Украина получила от союзников всего-навсего 60 танков вместо сотен, которые нам обещали. Что будет стоять за этими обещаниями с авиацией? Может ли нас ожидать такое же разочарование? Ну и первые вот эти единицы, которые прибудут к нам до окончания года. Что они могут нам дать, чем шесть самолетов нам помогут? Ну, три пары, в принципе, могут решить, прикрыть определенный сектор воздушного пространства в режиме противовоздушной обороны. Скорее всего, так их будут с самого начала использовать. Хотя они же могут использоваться даже парами, по одной паре могут использоваться для уничтожения ПВО противника. Опять же, на одном из участков, а если даже все шесть самолетов будут выполнять боевые задачи на одном из участков, то, в принципе, они могут погасить ПВО противника на определенное время, дать возможность основным нашим силам, которые у нас сейчас есть, самолетам, тем же Су-25, тем же Су-24, Су-27, МиГ-29, Л-39, вертолетам, которые есть у нас, поработать на одном участке фронта, на одном. А шесть самолетов могут удерживать с определенными действиями в воздухе этой системой радиоэлектронной борьбы и противорадиолокационными ракетами, тем же ХАРМ, давить ПВО противника, отгонять АМ-120Д ракетами самолеты противника, ну, дать возможность поработать тем десяткам уже самолетов, которые у нас есть. То есть в таком режиме тоже могут использоваться. Потому посмотрим, как это все будет заходить, как оно начнет работать. Единственное, что вот эти шесть самолетов, это однозначно недостаточно для выполнения, допустим, всех задач или тех задач, на которые мы рассчитываем. Там нам надо реально как минимум одна бригада, это 40 самолетов, для одного направления. То есть бригада на одно направление, она решит практически все задачи, которые возлагаются на авиацию, на этом направлении. А так как направлений будет штуки три, это как минимум, то, естественно, надобности около 120 бортов нам это минимальная надобность, которая нам нужна будет. Ну а с такой скоростью, как Дания, допустим, передает, если еще с десяток стран вот с такой же скоростью подтвердят передачу, а их, в принципе, есть где-то с десяток стран, которые могут нам передавать свои самолеты F-16, их где-то с десяток и есть, то даже до 2025 года мы можем получить уже и 200 самолетов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!